А вот правительственные чиновники сегодня никак не отреагировали на огненное ЧП. Ни одного предложения по поводу ликвидации последствий крупнейшего пожара от Кабмина так и не последовало. В Министерстве сельского хозяйства только сообщили, что лесной фонд к ним не относится. В Минэкологии за сгоревшие леса тоже не отвечают. Там лишь планируют принять участие в оценке ущерба. Как выяснилось, вся ответственность лежит на областном акимате. Леса местным исполнительным органам были переданы почти 20 лет назад. Тем временем казахстанские экологи заявили, что восстановить уничтоженный огнем лес в Ридере удастся только через 15 лет. Это самый положительный прогноз. Все зависит от того, в каком состоянии окажется почва после пожара. Полную оценку специалисты смогут получить лишь после осмотра территории. Флора и фауна уникальной природной зоны однозначно потерпела огромный ущерб, который предстоит посчитать и затем восстановить. Выгорели 300 гектаров хвойного леса. Пострадали обитавшие там птицы, животные, белки, медведи, олени. Ситуацию усложняет и то, что сейчас за состояние государственного лесного фонда отвечают лишь областные акиматы. Но справиться с пожаром в одиночку они не в силах. Нет спецтехники и человеческих ресурсов. Только объявление режима ЧС позволило им воспользоваться поддержкой других оперативных служб. И это ведь начало пожароопасного сезона. К тому же леса Восточного Казахстана привлекательны и для незаконной вырубки деревьев. А свои следы преступники заметают, устраивая поджоги. Поэтому экологи требуют ужесточить контроль за лесным фондом и, наконец, вернуть Министерству экологии ключевые полномочия. Надо принимать такие комплексные меры, чтобы сохранить леса. Я думаю, еще надо поднять вопрос о возврате 120 лесхозов обратно в Министерство экологии, чтобы полностью лесным вопросом занимался ведомственный орган, который именно ответственный в этом плане. Потому что, когда бывают случаи, когда лес горит в землях акиматов, они сами должны реагировать. А другие службы, например, ДЧС, либо авиалесохрана, они могут только потом подключиться. А когда все введены в системе, тогда будут автоматически тушить лес.